МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Новый асфальт со старыми ямами. Во что за зиму превратились улицы, на которых менее годы назад стелили новое дорожное полотно. 30 тысяч за мусор, штрафы за организацию несанкционированных свалок увеличены. 13-е и счастливое в Газпромнефтеноябрьшнефтегазе стартовала творческая конференция молодых специалистов. Проверка по делу мальчика-инвалида, который выпал из окна второго этажа в понедельник, завершена. Полицейские пришли к выводу, что это был несчастный случай. Окно в комнате, где находился ребенок, было приоткрыто. Мама мальчика постоянно проветривает квартиру. Иначе, как она пояснила следователям, состояние здоровья малыша ухудшается. Более того, проверка показала, что семья положительная, а ребенки хорошо заботятся и любят его. А посему никаких оснований по заключению следователей для привлечения родителей какой-либо ответственности нет. Ямальские парламентарии ужесточили закон о тишине. Изменения коснулись статьи, которая предусматривает ответственность за нарушение покоя граждан. Теперь шуметь нельзя с 11 вечера до 9 утра в выходные дни. Ранее ограничение заканчивалось в 7 утра. По статистике, большинство нарушений связаны не с проведением строительных или ремонтных работ, а с шумным поведением соседей. Учитывая пожелания, которые звучат на личных приемах граждан, мы внесли поправки в региональный закон. Он прокомментировал решение депутатов, председатель комитета законодательного собрания автономного округа по государственному устройству и местному самоуправлению Марат Абдрахманов. 182 миллиона рублей предназначены Ноябрьску на подготовке к следующей зиме. На эти деньги муниципалитет планирует отремонтировать магистральные сети тепловодоснабжения на улицах Ленина, Северной и Высоцкого, а также провести капитальный ремонт от двух котлов на Венгапуровской котельной. Об этом на заседании городской думы рассказали представители администрации Ноябрьска. К слову, целесообразность ремонта котлов вызвала большие сомнения у председателя счетной палаты. Татьяна Киро рассказала о том, что новый котел стоит порядка 3,5 миллионов рублей. И это примерно в два раза дешевле, чем ремонт старого. Обосновать, почему в этом случае администрация остановила свой выбор, все-таки на ремонте депутаты предложили исполняющему обязанности главы администрации Андрея Касьяненко. По его словам, сметы по работе проверены и утверждены всеми надлежащими инстанциями. А что касается стоимости новых котлов, то здесь надо учитывать не только эту цифру, но и то, во сколько обойдется работа по их замене. И привел данные двух профильных компаний, которые указывают эти услуги. Здесь, в частности, указывается, что стоимость оборудования действительно 3,5 миллиона, но кроме этого входят затраты при производстве капитального ремонта котлов. Это демонтажные работы, стоимость 2 миллиона 110 тысяч, монтажные работы 4 миллиона 950 тысяч, непредвиденные, пусконаладочные. Итого сумма по их расчетам составляет 13 миллионов 167 тысяч рублей. Вторая фирма из Омска предлагает данные работы за 15 миллионов 457 тысяч рублей. При этом добавил Костяненко муниципалитет, зажат в финансовых рамках и на эти виды работ потратить может не более 9 миллионов рублей. В итоге было решено, что в этом году котлы будут отремонтированы, но в будущем вопросы надо ставить об их замене. Кроме того, на заседании Думы речь шла и о содержании городских кладбищ. Сумма, которая уйдет непосредственно на их содержание составляет около 4 миллионов рублей. Еще почти 17 миллионов муниципалитет выплатит в качестве возмещения расходов на содержание ритуальной службы. Резкой критике депутатов подверглась работа Управления архитектуры, которая разрабатывает эскиз аллеи памяти и стелы, посвященном ветеранам различных воинов. Те виды аллеи и стелы, что на сегодня продемонстрировали архитекторы, пока никого не устроили. Новости с того света. Вот эта фотография. Почему? Потому что у нас зеленое такое никогда не будет. Эти эскизы, скажем так, они не окончательно, они будут обсуждаться с нами, с ветеранами. Я попросила вот эту бумажку, где ее дали. Где сохранился асфальт? С приходом весны дороги Ноябрьские оголились и заметными остали все больные места. Наша съемочная группа отправилась на экскурсию по городским улицам, дабы выяснить, где сохранился асфальт после летних ремонтов, а где растаял вместе со снегом. Рубрика «Нам здесь жить». Еще не до конца расставил снег у дорог, во дворах просуются огромные снежные кучи, а в Ноябрьске уже открыт сезон дорожных работ. Как оказалось, с приходом весны оголился не только асфальт, но и дыры в нем. Причем они настолько велики, что кое-где показалась даже арматура. Понятно, что автолюбители не рискуют и ямы объезжают. Правда, для этого приходится либо тесно жаться к обочине, либо выезжать на полосу встречного движения. На градуснике ноль, но это не мешает дорожникам заделывать ямы. В принципе, оборудование, которое у них есть для этого, позволяет работать и при более низких температурах. Правда, сами они не раз заверяли. Ямочный ремонт – отнюдь недолговечное мероприятие. Через месяц-другой им придется вернуться сюда снова, с той же целью. Кстати, ремонта на республике не было давненько, а потому не так обидно видеть здесь прорехи. Гораздо неприятнее созерцать ямы на изыскателе. Здесь полотно стелили летом. Или вот на Ямальской. Здесь тоже летом был ремонт. Хотя, к примеру, на Холмогорской советской строителей дорожное полотно морозы, в принципе, выдержало. Местами, конечно, есть трещины, но это не так страшно. Главное, что ямы не появились. А вот здесь на ЦОЯ буквально разваливаются так называемые лежачие полицейские. Их стелили тоже летом прошлого года. Видимо, срок годности у неровностей очень короткий. Нельзя спокойно проехать и по энтузиастам. Ямы, ковадно заполненные водой, поджидают водителей буквально на каждом шагу. Причем глубину их еще никто и не мерил. Да и не стоит, мало ли. Их предпочитают объехать. Что, кстати, довольно затруднительно. Дорога узкая. Ну и, само собой, наша съемочная группа не смогла не уделить внимания печально известному проезду на промзоне. Ямы почти по колено. В общем, не дать ни взять минное поле. Видимо, и сюда в скором времени доберутся дорожники, чтобы залатать их. Капитального ремонта в этом году здесь не будет. Денег на это не запланировано. Так что, господа, крепитесь. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Депутаты законодательного собрания Ямала внесли поправки в закон автономного округа об административных правонарушениях. Согласно внесенным изменениям, выброс мусора в непредназначенных для этого местах повлечет собой наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 рублей. Это для граждан. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сумма штрафа в разы выше от 10 до 30 тысяч. Аналогичное наказание предусмотрено из-за сжигания мусора на улице, в скверах, парках и иных непредназначенных для этого местах. Ямал в тройке самых эффективных регионов России. Министерство регионального развития оценило эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2012 года. Согласно рейтингу, Ямало-Ненецкий автономный округ занял призовое третье место, опередив обе столицы России и Большую и Северную. Уступил он лишь Ненецкому автономному округу и Татарстану. Работа региональных властей в 2012 году оценивалась по новой системе критериев, значительно меньшей по числу параметров. Из прежних 74 осталось лишь 12. В них в частности вошли численность населения региона, ожидаемая продолжительность жизни и смертность, уровень безработицы, реальные денежные доходы населения региона, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов. Фигурирует в рейтинге и оценка, которую выставила деятельности местных органов исполнительной власти, населения, субъекта Федерации. От оценки рентабельности скважин до заботы об окружающей среде. В «Газпромнефте» и «Ноябрьскнефтегазе» сегодня стартовала 13-я творческая конференция молодых специалистов. Открыл ее генеральный директор предприятия Павел Крюков. За развитием событий наблюдал мой коллега Кирилл Мигель. Вот эти конференции мы проводим ежегодно для того, чтобы вы могли показать свой потенциал, свои идеи, раскрыть свое мышление и доказать всем, что вы амбициозны, что у вас есть хорошие идеи, что вы можете двигаться вперед. Девиз инновации в перспективе внедрения. 13-я по счету творческая конференция молодых специалистов «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» стартовала. Три рабочих секции, четверть сотни участников и, самое главное, идеи, которые могут принести реальную пользу предприятию. Мы осветляем и очищаем жидкую фасу обзвешенных частиц и нефти. Екатерина Ильясова в «Ноябрьскнефтегазе» всего полгода. Она эколог не только по образованию, но и по призванию. Сохранение окружающей среды в первозданном виде и ее каждодневный труд. Фраза «Утилизация шламовых амбаров» для обывателя «Темный лес». Екатерина же в этой сфере – профи. Полтора месяца разработки и новый проект рекультивации земель готов. Комплексный и экономически рентабельный. Ультразвуковая очистка – это нефть извешенных частиц, жидкой фазы. Это обезвоживание бурового шлама в центрифугах, в центрифуге и в смесителе за счет негашенной известия обезвредить его и получить полезный продукт, который мы в дальнейшем можем использовать для объектов нашей компании. А вот Александр Арсеньев, хотя специалист и молодой, уже ведущий технолог 8-го цеха вангапуровского месторождения, задумался над тем, как обеспечить электроэнергией объекты нефтяной и газовой промышленности и сделать это, как говорится, дешево и сердито. Стандартные газопоршневые и дизельные электростанции он предложил заменить на двигатели стирлинга. Такие в основном используются в судо- и машиностроении и даже в космической отрасли. Экономия при их внедрении, утверждает «Новатор», составит не меньше 8 миллионов рублей в год. Меньше подготовки требуется, меньше автоматики, газопоршневые в этом плане чуть сложнее. Ну и затраты на техобслуживание у газопоршневых чуть дороже. Поддержка бизнеса среди молодых нефтяников – не самая популярная секция. Свои проекты здесь представили всего три человека. Геология и разработка месторождения, технология добычи, подготовка и транспортировка нефти и газа вызвали гораздо больший ажиотаж. Идеи молодых «Новаторов» оценивают не только ведущие специалисты «Газпромнефть» на «Ебрскнефтегаза», но и эксперты отрасли, теоретики ведущих нефтяных вузов страны. От их коллегиальных решений зависит, какая судьба в итоге ждет тот или иной проект. Данный метод может стать достойной альтернативой уже существующим технологиям и даже полностью заменить их. Ну и, конечно, лучшие из лучших будут отмечены призами и дипломами. И, быть может, действительно, те, кто сегодня только начинают свой путь в нефтянке, через какое-то время сами будут слушать идеи молодых в качестве матерых специалистов. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, новости нашего города. Ноябрьские чиновники отметят профессиональный праздник. В предстоящие воскресенье Россия впервые отпразднует День местного самоуправления. Новую дату своим указом утвердил президент Владимир Путин в прошлом году. Сегодня в преддверии праздника муниципальных служащих ноябрьска поздравили в городской администрации. За добросовестный труд и успехи в работе 14 человек получили почетные грамоты и благодарности председателя городской думы. Сегодня же наградили и лучших работников в жилищно-коммунальной сфере. Представителям этой отрасли вручили благодарности и почетные грамоты губернатора, а также Минрегионразвития. Кроме того, сегодня была вручена награда почетный работник ЖКХ Ямала. Ну и последние ямальские журналисты сегодня отмечают профессиональный праздник. В ноябрьске в субботу 20 апреля стартует региональный медиафорум, приуроченный к этому событию. Его участниками станут более 160 человек, представители окружных СМИ, а также органов исполнительной власти и местного самоуправления. В рамках форума традиционно пройдет совещание руководителей средств массовой информации и мастер-классы. Кроме того, будет работать фото-выставка «Кадры за кадром». Главным событием медиафорума станет церемония награждения лауреатов премии «Летящий голубь». Победители объявят в 15 номинациях. Каждому из них вручат памятную статуэтку «Летящий голубь» и денежную премию в размере 50 тысяч рублей. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам приятных выходных и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 20 апреля в Салехарде облачная. Дождь со снегом, ветер южный, температура 1 градус выше 0. У Муравленка переменная облачность, возможны осадки. Ветер южный до 8 метров в секунду, температура плюс 1 градус. В ноябрьске пасмурно возможны осадки. Ветер южный до 6 метров в секунду, температура 2 градуса тепла.